Новоскресенская 6 Теперь за них взялась лицензионная комиссия. Было заседание лицензионной комиссии, в которой я тоже вхожу как член лицензионной комиссии. И мы на этой комиссии приняли решение о том, чтобы лишить эту управляющую компанию уже лицензии полностью на управление всеми домами, которые у них находятся. Почему? Потому что этот дом, там у них 6 домов, по-моему, или 7, этот дом составляет 25%. Поэтому в соответствии с законом мы имеем право лишить его лицензии. С решением лицензионной комиссии управленцы оказались категорически не согласны. По словам руководства коммунальной организации, выданные предписания, осушить подвал и отремонтировать кровлю невозможно выполнить полностью без помощи водоканала. Кроме того, для таких работ необходимо согласие самих жильцов. Как нас заверили в управляющей компании, и те, и другие бездействовали. Вдобавок, жилищная инспекция исключила дом из списка обслуживаемых, не дожидаясь решения суда, что также несправедливо, по мнению управляющей организации. Мы прилагаем очень много усилий для того, чтобы нам найти правду в судах и отстоять этот дом, который за моей спиной находится. Нам этот дом нужен, мы им управляем до сих пор, вне зависимости от того, что жилищная инспекция включила в реестр лицензии, как вновь избранную управляющую компанию, новый город, этот дом. Мы и осуществляем вывоз мусора, обслуживаем лифтовое хозяйство, общаемся напрямую с тепловыми сетями. Пока что домом по факту управляют две компании, старая и новая. Кому доверят право и дальше вести здесь хозяйство, решит суд. И если новый уютный дом все же будет лишен лицензии, то этот случай будет первым в регионе и вторым в России. Пока что такую меру в стране применяли лишь однажды. В ноябре прошлого года лицензии лишилась одна из управляющих компаний Волгоградской области. Пока же руководители компании «Новый уютный дом» намерены бороться до последнего, чтобы не пополнить этот список. Михаил Меньшенин, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение.